В этом году, как и всегда, три команды чемпионшипа получили шанс на повышение. Вестер-ситиенца Мореско набрал 97 очков и вернулся спустя год. Саутгэмптон тоже не заставил себя ждать и вернулся в английскую премьер-лигу. А третья команда – удивительный Ипсвич Таун. Но какой же долгий путь им пришлось пройти. А с вами канал Истории Футбола. Подписывайтесь, оставляйте свои комментарии и любите футбол. Погнали! Основанная в октябре 1878 года, команда была названа Ипсвич АФК. А клуб выступал в любительской лиге. Победив шесть раз подряд в любительской лиге Англии, команда решила заявиться в профессиональный третий дивизион. Там команда также провела долгое время. И только в сезоне 53-54 смогла выиграть повышение в классе и пробиться во второй дивизион. Сразу же вылетев обратно. Самые успешные периоды в истории клуба связаны с двумя великими тренерами, ставшими звездами именно в этом клубе. Альф Рэмзи в 1962 году выиграл для Ипсвича его единственное чемпионство. Причем это был дебютный сезон клуба в высшем дивизионе. Такого не удавалось больше никому и вряд ли удастся. Уже на закате 70-х клуб вернулся на свою светлую полосу. Обыграв арсенал на 100-тысячном Вембле, команда с легендарным Полом Купером, Терри Бутчером, Миком Милсом взяла Кубок Англии в 1978 году. Спустя каких-то три года команда взяла исторически для себя Кубок Уэфа, поставив уникальный рекорд. Ипсвич ни разу в истории не проигрывал Еврокубковый матч дома. Это не единственный рекорд клуба в Еврокубках. Ипсвич также сделал самую разгромную победу в истории квалификационных матчей Еврокубков. 14-1 была разгромлена мальтийская Флориана. А в моем телеграм-канале вы можете найти еще больше интересных историй из мира футбола. Переходите по ссылке в описании. В 21 веке Ипсвич Таун сменял дивизионы более 15 раз. Раз за разом сменяя хороший дивизион, плохим. Какие только приключения не приключались с командой за ее историю. Три сезона подряд они проигрывали в матчах плей-офф чемпионшипа. Шесть сезонов подряд забирали любительскую лигу. 28 матчей и 40 лет провели без домашних поражений в Еврокубках. Интересно, что Ипсвич на своем веку поучаствовал в таких турнирах, как Кубок Часов и Кубок Тексак. Что это вообще такое? Кубок Часов – это турнир, ежегодно проводимый в городе Гренхен. В турнире участвуют по 4 команды, из которых 2 – всегда Базель и Гренхен, или же Young Boys. Ипсвич Таун – первый нешвейцарский клуб, поддержавший победу в данном соревновании. Кубок Тексаку – один из первых коммерческих турниров в истории игры. Он проводился 4 сезона, а участвовали в нем команды из Великобритании. Ипсвич участвовал в соревнованиях лишь однажды, и этот один раз стал чемпионским. Сезон 2001-2002 Ипсвич тотально провалил и вылетел в чемпионшип. Самое интересное – команда за счет очков Fireplay получила путевку в отборы на Еврокубке, но вылетела во втором раунде. В следующие пару лет команда болталась в середине таблицы. Сменила кучу менеджеров, но так и не возвращалась в высшую лигу Англии. В 2019-м умудрились из него вылететь. Впервые с 1957-го Ипсвич начал сезон в третьем по силе дивизиона английского футбола. Весной 2021-го американская компания GameChanger 20 анонсировала приобретение контрольного пакета клуба за 40 миллионов фунтов. Как это часто бывает в таких случаях, в клубе вскоре сменилось руководство. Сеу был назначен Марк Эштон, работавший со многими клубами второго эшелона. А в декабре случилась и смена тренера. После неудачных результатов был уволен Пол Кук, а на его место был назначен 35-летний Киран Маккенна, никогда до этого не работавший главным тренером. Все началось в 26-м туре чемпионшипа в сезоне 21-22. Киран выбрал тактику 3-4-3, но за последующие 20 туров он сменил 8 схем и опробовал в деле 29 различных игроков. В первом же своем полноценном сезоне Киран вывел команду в чемпионшип. Лучшим бомбардиром команды, забившим четверть всех мячей, стал Конор Чаплин. Чью карьеру Киран действительно возродил. Конор страдал депрессией и уже было хотел завершить карьеру. Но Киран дал ему вторую футбольную жизнь. С момента назначения северо-ирландский тренер набрал больше очков, чем любой другой тренер в английском профессиональном футболе. Кто же такой Маккенна? Киран был вынужден закончить карьеру игрока из-за травм всего в 22 года. На тот момент северо-ирландец числился в Тоттенхэме, но так и не сыграл за основную команду шпор. Ни одного матча. Дальше он работал тренером различных молодежных команд в системе клуба. Пока в 2016 году не перешел в МЮ, чтобы возглавить там молодежную команду. Перед началом сезона 18-19 Маккена и Майкл Керрик были переведены в тренерский штаб Жозе Маурини. Это был реально хороший опыт, говорит Киран на работе с Жозе. Я всегда говорю, что это была привилегией для меня войти в его штаб. Он культовая фигура для тренеров моего поколения. Хотя мы работали относительно недолго, я многому научился у него. Поработав с ним, я понял, почему он сделал такую блистательную карьеру. После увольнения Маурини Киран помогал Рагнику и Сульшеру. А в конце 2021-го получил приглашение с востока страны. Работа в Ипсвиче стала его первым самостоятельным опытом. Кажется, что работа в академиях Тоттенхэм и ММЮ отточила его мастерства именно как тренера. В прямом смысле этого слова. Он не просто извлекает из игроков максимум, он делает их лучше. Левый защитник Ипсвича Лейв Дэвис, лучший ассистент чемпионшипа. 18 голевых передач перед последним туром. И один из лучших в Европе. Благодарит Маккену за свой взлет. Его заслуга в моих ассистах, потому что он помог мне улучшить игру на последнее третье поле. Сказал Дэвис Атлетик. Он очень помог мне в принятии решений и понимании того, какой пас выбрать. Я не просто опускаю голову и перехожу дорогу, как раньше. Он развил меня во многих других аспектах. Мою игру головой, мою защиту один в один. Приступив к работе в клубе, Маккена переехал в отель в 15 минутах ходьбы от стадиона. И серьезно приступил к работе. Первым делом он попросил руководство не о дорогих трансферах, а об облучшении условий. Так, с его подачи на тренировочной базе было установлено два современных поля с гибридной травой. И он убедил клуб потратить 2,5 миллиона фунтов на замену ветшающего поля на стадионе. Новое покрытие является одним из лучших в чемпионшипе. Хирен выстроил свою любимую схему 4-2-3-1. И уделил большое внимание физической подготовке и выносливости. В первом полном сезоне Маккены в Лиге 1 Ипсвич стал одной из самых захватывающих команд в футбольной лиге. Наколотив 101 гол, разница мячей плюс 66. Для сравнения победитель турнира Плимут забил тогда 82 гола, разница плюс 35. Веселье продолжилось и в чемпионшипе. Ипсвич забил больше всех голов в чемпионате, но и пропущенных больше, чем у некоторых команд из нижней половины таблицы. В чемпионшипе коэффициент на выход Ипсвича в премьер-лигу превышал 200. Финансами команда не могла похвастаться, а именитых игроков или трансферов просто не было. Что касается трансферов, которые они все-таки сделали, то здесь в основном аренды юных игроков из топовых команд. Дейн Скарлетт из Тоттенхэма, Хатчинсон из Челси, Уильямс из Юнайтед, а также Хирс, Сармиэнто, Мур и Туанзебер. Самое интересное это то, что на все эти трансферы они потратили около 5 миллионов. В первых 10 турах команда набрала 25 очков, а по итогу Ипсвич оказался самой забилной командой лиги. 92 мяча, 46 тура. Макена крутой стратег и тактик. Давайте углубимся в эту тему. При обороне команда устраивается в 4-2-3-1 с претингующей десяткой, но сильная сторона этой команды билда. Тут все как по учебникам Рагни. Команда выстраивается в 3-2-5, где вингеры создают максимальную ширину, а скоростные Амари и Бродхед забегают в свободное пространство и обостряют игру. Также один из излюбленных тактических трюков Макены – клетка. Тренер создает перевес в центре поля и забирает центральную площадь благодаря забеганиям латералей в центр поля. Такие трюки делает Артета Зинчина. Следить за Ипсвичем в новом сезоне обязательно. Хотя бы потому, что это одна из самых колоритных команд современной Англии. Например, один из главных фанатов клуба Эд Ширан спонсирует команду, а недавно он был полноценно заявлен за команду под номером 17. Осенью разливал пиво всем фанатам клуба за свой счет. Также Ипсвич – один из многих клубов, у которых целых два маскота. Сафлский Панч – лошадь и черномастный Крейзи. Они работают по типу плохой хороший маскот. Сафлский Блюи – добрый и милый, а Крейзи может накупить. Вернемся к составу. Освежить его по ДПЛ просто необходимо. Тем более, что Ипсвич в любом случае будет ставить себе главной задачей именно выживания в английской премьер-лиге. Но вряд ли от команды стоит ожидать каких-то массовых закупок с полной перестройкой состава, как делают некоторые новички лиги. Такой подход мог бы сломать систему Кирана Маккена, которая спокойнейшим образом разнесла два уровня английской футбольной пирамиды подряд. Так что ожидать стоит скорее точечные трансферы на самые проблемные позиции и усиление глубины состава. Тот факт, что Ипсвич Таун больше команда и система, чем набор ярких игроков, точно дает команде некоторое преимущество. У их агрессивного настроя есть как плюсы, так и минусы. Скорее всего, Ипсвич будет очень неприятным соперником для многих более дорогих и статусных клубов английской премьер-лиги. Но в то же время парни Кирана Маккенны время от времени будут вынимать мячи из ворот пачками. Пропускать много они не стеснялись и в чемпионшипе. Делает ли это Ипсвич самыми веселыми и непредсказуемыми новичками в АПЛ? Абсолютно. Есть ли риск вылета в первом же сезоне? Однозначно. Но это один из тех проектов, за которые хочется болеть. В конце концов, при Game Changer 20 Limited и Киране Маккенне, Ипсвич Таун вкладывал не только в игроков, но и в реконструкцию стадиона, тренировочной базы и подхода к скаутингу молодых. Ипсвич хочет вернуться на высший уровень по-настоящему, а для этого нужно быть современным клубом. Владельцы тренинских штаб уж точно этим критериям соответствуют. И если у Ипсвича получится остаться в АПЛ, то потянется и все остальное. А с вами был канал Истории Футбола. Любите футбол. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!